Здравствуйте друзья. Героем этого обзора будет очередной датчик из ZigBee серии устройств для умного дома от Blitzwolf. Это довольно известный китайский производитель и я уже неоднократно в своих обзорах рассказывал про их продукты. Рассматриваемый датчик измеряет показания температуры и влажности воздуха и служит для создания климатических автоматизаций, по управлению отоплением, охлаждением, вентиляцией, увлажнением и тому подобным. Модель BV-IS8, интерфейс ZigBee. Приложение управления Blitzwolf Tuya Smart Smart Life. Тип датчика, температура и влажность. Погрешность 0.5С по температуре, 5% по влажности. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия. Питание CR2032, заявлен год работы от одной батарейки. Размер, диаметр 42, толщина 18 мм. Поставляются устройства в небольшой картонной коробке. Все кто видел мои предыдущие обзоры устройств умного дома от Blitzwolf, легко узнают ее дизайн. Сзади указаны основные технические характеристики, про которые я рассказал чуть раньше. Уточню насчет системы управления. Хотя у Blitzwolf имеется свое одноименное приложение, это всего лишь клон Tuya Smart с ограниченной поддержкой устройств. Поэтому я рекомендую сразу ставить исходное приложение. В коробке нашелся датчик, маленький буклетик с ссылкой на приложение Blitzwolf, инструкция на шести языках, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский. А также скрепка для кнопки сопряжения, ее кстати кладут не часто. Датчик имеет круглую форму, но не плоскую, как например у аналогов от Xiaomi, а сферическую. На фронтальной части находится стилизованное изображение термометра и название производителя. В нижней части устройства находится воздухозаборник, необходимый для того, чтобы проводить измерения его параметров. Крепится датчик при помощи двустороннего скотча, который уже наклеен на его задней стороне. Для этого необходимо снять защитную пленку веселенькой расцветки. Там же находится отверстие для доступа к кнопке сопряжения, нажимать ее нужно при подключении к ZigBee шлюзу или координатору. Тут же указано в какую сторону нужно открывать заднюю крышку. Под крышкой находится батарейка, для того чтобы она зря не разряжалась при пересылке, тут установлена предохранительная вставка, ее необходимо удалить. Датчики используются наверное самый распространенный в таких устройствах элемент CR2032. Кстати в глаза бросилась явно ручная пайка контакта для батарейки на плате. Сначала рассмотрим базовую систему управления TUI E-Smart. Для использования датчика нужен ZigBee шлюз, совершенно не обязательно Blitzwolf, подойдет любой из экосистемы. У меня это Moes. В его плагине выбираем добавление устройства, нажимаем на кнопку LED уже мерцает, что переводит шлюз в режим сопряжения и зажимаем кнопку на датчике. Вскоре датчик подключится к шлюзу. После этого при желании можно указать локацию и изменить имя для датчика. Он появится и в списке устройств шлюза, и в общем списке системы. Мне раньше попадались датчики, показания которых были видны возле их имени, без необходимости запускать плагин, но это не тот случай. Показания температуры и влажности тут можно увидеть запустив плагин. В верхней части окна отображены текущие значения, внизу графики исторических данных, которые будут накапливаться со временем. Тут же можно включить предупреждение о низком заряде. В меню настроек можно проверить актуальность версии прошивки, а также включить режим оповещения при переходе устройства в оффлайн. Это происходит не мгновенно, а лишь через 30 минут для устройств стационарным питанием или 8 часов для устройств с автономным питанием, как у героя обзора. В автоматизациях датчик может работать как триггер или условие, в качестве которых могут использоваться показания температуры, влажности и уровня заряда батарейки. Для каждого из этих показаний можно установить логическое условие, больше, меньше или равно, для установленного показателя. Например, при превышении заданной температуры, прислать уведомление и подать питание на нагрузку умной розетки, это может быть вентилятор. Аналогично для увлажнителей, радиатора в отоплении и т.д. Перейдем к альтернативным системам и начнем с Zigbee 2MQTT. Процесс подключения заключается в запуске режима Join в интеграции и после этого скрепкой нажимаем на кнопку датчика, пока он не моргнет 3 раза. В течении примерно минуты датчик появится в системе. Правда тут у него будет другая картинка, видимо родного Tuya датчика, который служил шаблоном для Blitzwolf. Тем не менее, поддержка датчика полная. Он, кстати как и другие девайсы с питанием от батареи, является конечным устройством, т.е. не может пересылать через себя не свои данные. В меню Expose у датчика имеется 4 параметра. Это температура и влажность его основная функция, а кроме этого уровня заряда батарейки и сигнала. Эти же самые данные в виде четырех объектов домена сенсор, передается в Home Assistant через интеграцию MQTT. Теперь перейдем к SLS шлюзу. Подключение я проводил на прошивке от 26 мая 2021 года, но датчик поддерживается и на более ранних версиях. Тут та же картина, датчик успешно определился и подключился, но под чужой картинкой. Каким-либо образом на его функциональность это не влияет. А это подробности об устройстве страницы информации SLS шлюза. Что касается параметров, то кроме тех что мы уже увидели в ZigBit MQTT, тут добавилось напряжение на элементе питания и время последнего отзыва от него в Unix формате. Эти данные в виде шести сенсоров отображаются на странице устройства в интеграции MQTT для Home Assistant. В сравнении с уже упомянутым мной датчиком температуры и влажности от Xiaomi, герой обзора немного крупнее и не такой плоский. Что касается показаний, то относительно температуры, датчики обычно более-менее солидарны в своем мнении, разлет примерно в пределах 1 градуса. А вот относительная влажность может отличаться на несколько процентов, причем у Blitzwolf она меньше чем у Xiaomi. Монитор воздуха Cleargrass CGS1, установленный рядом, придерживается версии которую показывает датчик Xiaomi. Так что тут два голоса против одного, что Blitzwolf немного занижает реальное значение. Датчик Blitzwolf BVS8 предназначен для использования в автоматизациях, так как не имеет собственного экрана. Запускать приложение каждый раз чтобы узнать температуру, не самый удобный кейс. А вот для того чтобы умный дом включил кондиционер, радиатор или увлажнитель вполне сгодится. Для операций, основанных на показаниях влажности, нужно учитывать, что устройство может занижать реальные показания на несколько процентов. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если обзор был вам интересен и полезен, ставьте лайки. Чтобы не пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал. Еще у меня есть телеграм-канал, в который я публикую различную информацию и новости по тематике умного дома, а также ссылки на интересные акционные товары для него. Спасибо за внимание, до новых встреч.